Наконец-то я добралась до кузни Павла Сливки. Находится она недалеко, не близко, а в поселке Майс. Сейчас Павел будет помогать мне облачаться в перчатки и фартук, чтобы безопасно начинать ваять. Обязательно соблюдаем технику безопасности. Вот начинающий кузнец выглядит вот так. Хоть 14 февраля уже прошло, но мы сегодня с вами сделаем две маленькие валентинки. Для этого я выбрал вот таких два обыкновенных кусочка металла. На одном я буду вам первую операцию показывать, а на втором вы будете ее уже повторять. Обезопасить себя нужно со всех сторон. Волосы приказано тоже убрать, теперь комар носа не подточит. Первонаперво берем заготовки и кладем на синтетически разогретый уголь кокс. Накрываем так называемым одеялом, прибавляем газ. Металла у нас немного, поэтому нагревается он всего за одну минуту. Температура в печке должна быть не больше 900 градусов. Цвет готовой к пластике стали должен быть как сухая солома или переспелая малина. Для того, чтобы здесь сделать буквально несколько ударов на одной заготовке, перед этим нужно полдня потратить на изготовление специального инструмента, чтобы сделать тот или иной рисунок. Горячий металл похож по консистенции на промышленный пластилин, правда, остывает он за считанные секунды, поэтому действуя нужно быстро, точно и прикладывая немало усилий. Сильнее, смелее, сильнее. Ой, какая она тяжелая. Инструменты для сегодняшнего изделия – это щипцы, ручник и вилка для изгиба. У ручника есть брат и сестра, легкий молоток и тяжелая кувалда для фигур разного объема. Инструмент нужно держать у основания, а само изделие надежно закрепить щипцами. А еще кузнецу приходится демонстрировать ловкость рук, колотить молотком по заготовке и одновременно вращать ее. Умница. Все. Вполне можно будет ходить в телевидение, открывать мастерскую. Современный мастер может поберечь свои руки и использовать полуавтоматический пневмомолот. Правда, из-за него металл остывает еще быстрее. Если температура упала до 350 градусов, работать с заготовкой уже невозможно. Машину вводите? Ну, права есть. Потому что вот у этого зверя принцип автомобильной педали. Давите сильнее, едем быстрее. На нем эту операцию можно сделать легко и без особых усилий. Но интересно же сделать это вручную. Правда что? Наверное. Нет, смотрите, можем обратно сказать. Правда так интересно? Да. Наши сердца почти закончены. Мое мы поправляли раз пять. Но оно и не мудрено. Правая рука болит ужасно. Вот мы с Павлом закончили. Точнее, закончил Павел. Я так сбоку припеку стояла. В общем, вот это то, что сделал Павел. Прекрасная загнутая красивая валентинка. Как эти завитками. Правильно? Завитки называются? Валютка. Как? Валюта. Валюта. А теперь покажу, что сделала я. Та-дам! Различие, конечно, налицо. Твое сердечко такое... Я бы не сказал. Да это неправда, кривое сердечко. Я бы не сказал. Это наш музей, в котором собрано более 150 работ. На сколько у них за 10-летие существования на нашей мастерской. Еще 42 работы от горчан находятся на постоянной выставке в Москве. Мастер-класс у семьи Кузнецов проходила не только я одна, но еще и президент нашей страны. И вот так я нескромно тут присоседилась. Висит фотография даже, где Виктор Сливко проводит мастер-класс Владимиру Владимировичу Путину. Одна из узнаваемых работ в музее – это макет известной Стеллы Крылья, которая расположена в сквере почетных граждан. Макет высотой около метра, а вот настоящая форма – 6,5. Посмотришь вокруг – иди, удаешься. Такая красота, такие труды. Это вам не плюшками баловаться. Летом Павел поедет работать в кузню, которая расположена в Тольцах. Ей уже больше 100 лет. Там он будет преподавать подобные мастер-классы. Так что полезный опыт получила не только я от Ваяния Железного Сердца, но и сам мастер.